Сегодня мы с вами узнаем, как нарисовать кленовый лист. Сейчас у нас осень, поэтому будем рисовать листик. Сначала рисую вот такой вот квадрат. В этом квадрате у нас будет располагаться кленовый лист, чтобы было видно, где он будет располагаться. Вот мы его нарисовали. Далее мы рисуем вот такую вот ветку. Рисуем ее вниз за квадрат. Здесь она у нас будет потолще, а кверху она будет сужаться. Теперь мы рисуем от этой ветки еще одни ветки. Вот мы нарисовали ветки. Теперь мы рисуем контур клена. Клонус будет примерно кленом. Так. Теперь рисуем контур листа. Вниз опускаем. Рисуем контур по этому квадрату. Такой у нас уже начинает становиться похожий на листик кленовый. И с этой стороны. Вот мы нарисовали контур кленового листа. Сейчас мы будем рисовать вот здесь вот веточки такие. Подписываемся активнее, ребята. У клена стволы обычно тонкие. Со светом полно-коричневый, серый коростик. Подключительная особенность кленовый. Красивая форма листьев. Цветут клены ранней весной. Цветы представляют тонкие светло-желтые или зеленоватые метилы. Клены. Клены. Благодаря красивой декоративной листе подходят для озеленения. Их высаживают в садах, парках, на придомовых территориях с целью создания уютных красивых пейзажей. Подключение окружающего воздуха от пыли загрязнений. Кленовый. Кленовый. Виды кленов. Среди видового на гордоразе кленовых выделяют несколько наиболее распространенных и популярных. Первый вид. Астралисты. Это вид один из самых известных. Включают несколько сортов. Другое название. Кленовый. По характерным формам листьев. Начнем с зеленого цвета. Этот вид включает новых декоративных форм. Отличает с высотой стволов, размерами густой кроны, оттенков листьев. Осенний период. Зеленая кленовая листва приобретали яркие. Желтая, оранжевая, красная и бортовая цвета. Другой оттенок зеленого цвета. Другой оттенок создала живописный, природный и кармелевый окрасок. Пятьюропастный клен из клена изображен на государственном флаге Канады. Астралистский клен распространен на всей европейской территории, в Западной Сибири, в умеренном поясе с североамериканского континента. Далее. Американский. Это дерево распространено в северных и восточных районах США, являясь официальным символом некоторых штатов. Другой названием сахарный клен. Именно из сока и водоросилия изготавливаются. Другой названием сахарный клен. Именно из сока и водоросилия изготавливаются. Аминдокленовый сироп. А материалы применяются в строительстве. Американский клен устойчив к холодному клену. Подписывайся. Эрл вид клену. Этот вид часто называют Ямворолвым. Стройные деревца до 30 метров. По высоте имеют шатровидную густую крону. Весла тёмно-зелёные. С тыльной стороны немного белесного. Слегка слизоватого оттенка. Встречаются в средней полосе. Редко. В основном на Кавказе, в Карпатах, а также южных регионах Европы. Татарский вид клена. Его ещё называют Черноклёном. Не выше 9 метров. Татарский клен красиво цветёт. А вот весной на ветрах образуется нежно-розовое, довольно крупное соцветие. Похоже на колокольчики. Черноклёв хорошо поддаётся стрижке. Применяется как декоративное растение. Неплохо переносит засуху. Распространён в степных районах Европейской части, на Кавказе, на Балканах. Полевой клен. Крупный кустарный, густой и высокий. До 15-20 метров. Листва петёл опасная, ярко-зелёная. Полевой клен приспосабливается к любым почти климатическим условиям. Ветроустойчив. Идение заносов. Покойно переносит краковельную захву. Такие вот виды кленов. В канал. Идём в Chapter. ВолаkoH swear. Ладно. Продолжение следует. kont schools, integра cam Ломан. Я надеюсьche на 1000 knowing一次, ận Cadaила подсолнителям. Продолжение следует ало. Это ист. Вода, Kellett, рубля, ненево. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...